Завтра будет минус 20 у нас, минус 20 с чем-то даже. И я подумал, а как же бомжи? Как же там бомжи? Выживут ли бомжи? Бомжи находятся непосредственно вот мой дом. А вот здесь уже дикая лесополоса, в которой, в общем-то, и селятся бомжи. Пару дней назад из одного из этих апартаментов вышвырнули семью за неуплату. Прямо вот к холодам. Возможно, они присоединятся к армии бомжей. А может быть, они просто куда-то переехали. Сюда приезжали полицейские и вышвыривали их мебель. Вот очень такой приличный диванчик. Но куда мне его тащить? У меня очень маленький дом. Вот, куча книг здесь. Все остальное более ценное, видимо, забрали или соседи, или сами менты, которые вышвыривали, или пострадавшие. Ну что ж, мы выходим с чьих-то задних дворов и внедряемся уже, так сказать, на ничейную землю. Землю, которую, по моим расчетам, должны были обетовать бомжи. Сразу спуститься я, наверное, не смогу. С другой стороны, я бы срезал. Потому что я точно знаю, что там бомжей нет. Там очень громко, там какой-то карьер. Бомжи, по моим расчетам, должны находиться вон в том секторе. Я спустился с горки. Всего один раз за это время пизданулся. И то не потому, что очень скользко, а скорее потому, что давление атмосферное падает столь стремительно, что у меня башка идет кругом. Как будто я где-то в Альпах, в Давосе. Я думаю, все эти перепады температур сумасшедшие, снегопады безумные, есть последствия того, что называлось в кино «Сумасшедший Макс. Битва за бензин». И то, что пик битвы за бензин переместился в полную фавелу, несчастную Венесуэлу. Честное слово, больше упоминать политику не буду сегодня. Все это вселяет робкую надежду, что глобальный пиздец не за горами. Все крякнется гораздо быстрее, чем предсказывают аналитики Уолл-стрита. Мне эта идея пришла вчера. Видите, вот это след. Я здесь дочку на санках катал. Подумал, а не снят ли маленький, короткий сюжет о том, что творится у меня на заднем дворе. Потому что, если Латинская Америка – это задний двор США, как принято говорить в средствах массовой информации, вот, собственно, мой задний двор. Я на этом пустыре гуляю 12 лет уже. Книгу, если вы читали, книгу Винсент Убей Пастора. Он описан в самом конце. Я здесь гулял собаку очень часто. Встречался с бомжами. Встречался с койотами. Не теми, которые через мексиканскую границу ведут людей. А с настоящими койотами. Один раз целая стайка. Их тут было штуки четыре. Они напали на мою собаку. Если бы не я, ей бы пришлось тяжко. Кроме того, здесь есть олень. Очень много. Я не могу поехать в Лос-Анджелес, где находится знаменитый Скидроу. То есть улица, самая бомжатая улица Америки, где живут тысячи людей на улице, в палатках. Там же находятся все эти службы. Социальные, и они могут получить еду когда у них нет денег. Там же они попрошайничают. Там же местная мафия их вымогает. Когда эти бомжатые были здесь, гангстеры были зарплаты затосвязывали затосвязывали 1-5 долларов для использования порта-поттеса для того, чтобы они были созданы. Конечно, в Лос-Анджелес у нас не хватит бюджета поехать. Поехать в Дон-Тоун тоже. Не имеет смысла у нас место Скидроу. В Дон-Тауне они все трутся. Поэтому максимум, что я могу сегодня в эту холодрыгу, которая прям чувствуется, усугубляется с каждым моим шагом, все, что я могу, это пройти по пустырю в надежде найти бомжей и взять у них интервью о том, как они планируют провести эти пару ночей, когда холод будет просто не в Евгенический. Понятно, что есть целая куча разного рода ночлежек, ребята, но если вы хоть раз были в тюрьме, вы можете себе это представить, что ночлежка, она, в общем-то, по образу подобию тюрьмы создана. Там очень строгий режим и совершенно неизбранное общество. Там могут быть люди, которые временно остались без дома, как вот диваны тех, что мы видели, и пока они сейчас найдут работу, получат пару чеков и смогут снять жилье, могут кантоваться там. Там есть люди сумасшедшие, которых с детства фармакологическая промышленность посадила на таблетки и они ебнулись. Палатка номер один, клиент номер один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Hey, everybody calls me B. My real name's Brandon. Let me show you guys what it's like here. It's really not a paradise here. I sleep in tents out here because I've been homeless for a while. There's one of my tents I just had to put it up. I have military blankets wrapped around that tent. That's how cold it is. It still doesn't keep in the heat. It does. Sometimes I can wrap the military around my body. Sometimes it'll keep the heat in, but these temperatures we're getting now is brutal. People around here are getting real mean, too, like if you ask somebody around here for help, they won't help you. Okay. Like last night it was so cold, I got a bicycle, it broke down because of the cold weather. I was asking people for $2 for about four hours. Nobody would even give me $2. How about the shelter? Is it true that people say that it's pretty much like county jail on the inside? Yeah, you gotta watch if people steal your shoes from there. Right off your feet. I watch people sneak people's shoes right off their feet. So when it gets really cold, it's not an option to go there and spend a couple of nights? I could go there and I won't even go there. It's so bad there that it got so cold here the other day. If you guys can see this right here. I had a bunch of candles. I was so cold, I lit up the candles. I went to sleep. I had two pairs of pants on. The candles caught my pants on fire. I threw the pants out of the tent. You can see some of the material is still burnt right here. Oh, this is how you was keeping warm? Yep. That's my sweater I had on. Oh, God. Here's part of my jeans that I had on. So you had to burn it to stay warm? Yep, I had to catch the candles. Here's the military blankets that I'm talking about. Yeah, yeah, that's what they give like on this. And it got so cold here, look what it did to my tent. Oh, God. It was so cold, I put out their pants, they caught back on fire. I came inside, I blew out all the candles, I went to sleep. Their pants caught back on fire and it blazed my whole tent up. I was lucky enough I'm still alive. I woke up there, it was a bunch of smoke I couldn't get out but I remember I had a razor blade in my pocket. I took the razor blade out and I cut the tent when I turned around and the tent just engulfed. Then I had a brand new one set up over here and somebody stole it from me. I think this is the box from it right here. Yep. Brand new tent I had sitting right here. I was about to put it up and somebody stole it. I tell you what, it's not easy around here, man. Like, even to get something to eat, it's getting hard. The problem right here is so many people out here on drugs is when somebody needs help they don't know if you really need it or not. It's here at night time now. I wake up in the morning and it takes me about 30 minutes to get moving. That's what my tent is. Oh, wow. That's a... Well, it keeps a little bit warm but still, man. Yeah, all the aluminum foil looking stuff them are actually military blankets that you wrap around your body and it'll keep the body temperature inside. So... So the body heat... Is there a chance, like, it's gonna be like, I don't know, even... Not single digits even lower than that. It's getting into the negatives. And you can see that I got insulation padding. Oh, yeah, that's good. So that'll keep the body temperature in. Yeah, from the bottom. I have them. But you can see it on the inside. This is inside the tent. My blankets are freezing. You know what... And then I even have a mat underneath of that. If the freaking... You see what I'm saying? Yeah, if the shelter is not an option, you can spend like five, ten bucks for these patches, you know, you break them and they start warming you just for one night. Yeah, that's... Yeah, you... I'm trying to... I'm trying to... reach to acquire. And then... These right here, they will work? Yeah, yeah, exactly. So this is... Well, it lasts five hours, probably three hours. Yeah. It's never what it is ever done. I might have some different kinds in here. No, they're all the same. And did you see what I just brought in here today? I didn't really want to check that out, but I will. Oh, wow. There's a military army blanket sleeping bag. That will actually zip up over my head and tighten around my neck. So... So that might help me a little bit. I mean... But as you can see, I got these tarps on. I got this down and I got the military blanket wrapped all the way around the tent to try to trap my body heat inside the tent. Yeah, you're not allowed to go in until after seven at night and you got to be out by seven in the morning. Yeah, probably a bunch of bedbugs, a bunch of crazy people. There is. People in there, they fight all the time. Some guy just got chased out of there with a machete the other day. They steal from you in there. Of course they would. They come here, they try to talk me into going there. There's another thing too. You're not allowed in there if you ain't got an ID. I know. I know. For guys like me, immigrants... Yeah, I don't have an ID so I can't get in there. Oh, so you're pretty much watching the same boat as me. Everything I got was in the pants. It burned up. That happened to me four days ago. You can see the blood still coming through inside of my leg is all burned up right here. God, that was a bad night. I had just got some money, I had my wallet in my pants and everything and they're all gone. You need winter boots too? Yeah. I got some over there, but they burned up in the fire. Everything I had, I lost in that fire. You can see how the road is blown up. Except of the old Brandon, there's another old man here. As he told me, he's a Slovakian man. He's already born here. He doesn't like it when he's worried. And I gave him the last five I gave him the last five-year-old Brandon. I gave him the last five-year-old Brandon. I gave him the last five-year-old Brandon. Мне даже нечем будет заплатить, чтобы он мне дал интервью. Поэтому мы издалека вот так снимем и пойдем домой. Я сам уже задубел. В принципе. Вот. Такие дела. Вот какой-то у него здесь палаточка. Вот он прикрыл, он уже построил. Он здесь давно. Вот этот чувак здесь давно, 12 лет. Я когда выгулил здесь собак, я его видел. Но я тогда был сам нормальный, еще не сидел в тюрьме. И как бы был одним из представителей гражданского общества, которым насрать на бомжей. Они обычно отворачиваются, ну или в крайнем случае подают им денег. А сейчас я в принципе без пяти минут сам такой же. Ладно, не будем беспокоить людей, потому что то, что его не охраняет полиция, и я могу его убить здесь, и никто не будет искать. Это еще не значит, что я должен это делать. Наоборот. Наоборот. Вызывают опасения люди, которых очень охраняет полиция. Вот кто вызывает опасения на самом деле. Это, видимо, их нетранспортные средства здесь. Брэндон сказал, что сегодняшнюю ночь самую холодную он, скорее всего, проведет на автобусе, купит как раз вот на эту пятерку билет и будет ебашить до утра туда-обратно по маршрутам. Я думаю, в такую-то ночь водители его не выгонят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok